В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Григорий Щербаков, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе. Здравствуйте. Добрый день, Дина. Григорий Викторович, в Академию пройдет международная конференция, посвященная духовно-нравственному воспитанию осужденных. Какие темы будут обсуждаться? Темы будут обсуждаться три основных. Это духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних осужденных. Это объединение усилий мусульманского духовенства в работе с осужденными за преступления террористической направленности. Ну и третья тема – это помощь, скажем так, религиозных объединений традиционных для России в работе с осужденными на этапе ресоциализации, подготовки к освобождению и в том формате, что не связано с изоляцией от общества. Ну вот, наверное, не случайно были эти темы выбраны. Это то, что, наверное, интересно в первую очередь для Академии, для курсантов. Да, но, конечно, тема не случайна. И каждый год уже шестой раз эта конференция проводится в Рязани. И каждый год эти темы меняются. Незыблемым остается только само название – это взаимодействие, скажем так, русской православной церкви и других традиционных религий с уголовно-исполнительной системой России. В этом году вот эти темы определены как наиболее острые, требующие внимания. И здесь, конечно же, не только интересы Академии и наших обучающихся. Это интересы прежде всего практики уголовно-исполнительной системы и тех традиционных религий, которые с ней взаимодействуют очень активно в последнее время. А конференция – это дискуссионная площадка? Безусловно, это дискуссионная площадка и формат, сам формат научно-практической конференции предполагает вот такое обсуждение с выступлениями, с вопросами, острыми ответами. И помимо пленарного заседания, которое будет задавать, скажем так, вектор, предусмотрены работы трех основных секций по тем темам, о которых я уже сказал. И самое главное, что мы ждем от работы на этих секциях, это, ну скажем так, тех практических рекомендаций для наших сотрудников на местах и для священников, которые приходят и служат в уголовно-исполнительной системе, оказывают, окормляют места лишения свободы. Но все-таки о сотрудниках на местах. Недавно появилась такая должность, да, человек, который будет работать с верующими. Действительно, не так давно должность помощника, начальника территориального органа по работе с верующими была введена в оргштатную структуру в СИН России. И теперь в каждом территориальном органе есть работник, который отвечает за вот это большое такое направление деятельности. Причем, значит, подходили таким образом, чтобы учитывать специфику того или иного региона. Ну, допустим, такие регионы, как Татарстан, Башкирия, там эти работники назначены из числа мусульманского духовенства. Ну, подавляющее большинство, конечно, это православное духовенство, это священники, действующие русской православной церкви. Также мы рассматривали вопрос, и есть представители, ну, скажем так, буддийского направления в религии, тоже в ряде регионах такие сотрудники, работники назначены. В этом году кто будет участвовать в конференции? В этом году у нас всего участников порядка 400 человек. Мы ожидаем здесь представителей всех абсолютно религий традиционных для России к участию. И основу составляют, коль у нас несовершеннолетние осужденные, вынесенные на рассмотрение, составляют руководители воспитательных колоний, практически всех будут у нас. И, соответственно, будут помощники начальников территориального органа по работе с верующими. И, конечно же, ученые, которые в этой теме уже не первый год и активно участвуют в разработке всех необходимых материалов, документов для практики. Участники из других стран будут в этом году или нет? Да, у нас предполагается участие представителей и светских, и религиозных направлений из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Социалистическая Республика Вьетнам тоже приглашает свою делегацию. А вот им это для чего нужно? У них очень большой интерес вообще, в принципе, по организации данной работы, хотя сама Республика Вьетнам, нельзя сказать, что однозначно она в какой-то религии находится, но сама проблематика интересует, и им интерес представляет все, что происходит в нашей уголовно-исполнительной системе, работа и несовершеннолетних, как строится в этом аспекте. И вопросы, безусловно, связанные с тем наказанием, которое без изоляции от общества исполняется. То есть, получается, у нас больше опыта в этом смысле? Конечно, безусловно. Я думаю, что вьетнамцы едут к нам посмотреть, поучиться и что-то себе внедрить такое, чтобы у них тоже какие-то вопросы эти решались. А вы повезете их подать на экскурсию? Они просились или нет? Да, конечно. Мы взаимодействуем с... Это полицейская народная академия, которая готовит специалистов для всех правоохранительных органов Вьетнама. И приезжает к нам делегация, которая попросила, конечно же, ознакомить их с нашим Рязанским краем. И они планируют, и мы им предлагаем посетить наши визитные карточки. Это и Константинова. Все, что связано с Сергеем Есениным, очень интересно и откликается у них. Это монастырь Пощупова. Это просто город Рязань. Люди, они хотели просто побродить, погулять по городу, знают, что у нас очень много изменений, посетить Кремль, ну и другие, в общем-то, достопримечательности с тем, чтобы напитаться духом рязанской земли. Очень ждут они эту свою командировку. А их много будет? Большая делегация? Делегация 6 человек. Это представители как Академии, так и Министерства общественной безопасности Республики Вьетнам. А с несовершеннолетними как-то по-особенному строится работа? Конечно, есть специфика работы с несовершеннолетними. Вообще есть специфика. Ну а в духовно-нравственном воспитании тем более. Дело все в том, что в существующих сейчас 23 воспитательных колониях находится порядка 1400 осужденных, не достигших совершеннолетия. И, конечно, с ними работа строится специфическим образом. Вы понимаете, подростковый возраст имеет ряд особенностей. Личность формируется, набирает определенные качества, свойства, которые необходимы ей потом для дальнейшей жизни. И чтобы не пополнять криминальный мир, скажем так, взрослый, нам необходимо на этом этапе организовывать работу, в том числе и с помощью священнослужителей, чтобы вот эти духовно-нравственные порывы, позывы, они именно проходили в русло просоциальных поступков, поведения и законопослушного поведения в целом. А религия действительно помогает осужденным как-то вернуться в общество, стать уже полноценными членами или нет? Да, вы знаете, религиозное воспитание выделяют не только священники, но и светские ученые. Оно имеет место быть. И, безусловно, религия, вера, все это, безусловно, способствует тому, чтобы человек вернулся в свободный мир, скажем так, уже с новыми какими-то переосмысленными жизненными позициями, целями, интересами. Вот. Тем более, что, как правило, священник, который приходит на помощь осужденному, он именно работает с духовной составляющей. То есть, это тот мир, та часть внутреннего мира человека, которая является очень чувствительной, очень тонкой и требует вот такой очень аккуратной работы именно священника. И никакой другой специалист подчас разобраться и помочь человеку не в силах. А есть какая-то, может быть, статистика по этим людям, которые вышли и уже смогли нормально жить? Статистики как таковой нет, но, как показывает практика, те учреждения, в которых активно работают священнослужители, или неважно какой они религии, придерживаются, количество нарушений, режима содержания, различного рода эксцессов происходит меньше, чем вот те места лишения свободы, где такая работа либо вообще не проводится, либо проводится неактивно, скажем так. Поэтому я думаю, что однозначно и религия, и церковь, и работа священников, она влияет благотворно, и мы каждый раз об этом говорим, приводим множество примеров, выделяем какой-то положительный опыт и пытаемся его распространить на другие территории, другие места лишения свободы. А если говорить про Рязанскую область, у нас ведь не только церкви есть в исправительных учреждениях? Да, в рязанских исправительных учреждениях православные храмы присутствуют, также есть места для отправления, скажем так, мусульманских обрядов, и не так давно совсем в нашей колонии номер 6 была открыта синагога, где также можно будет отправлять вот эти религиозные обряды иудаизма, то есть практически все у нас охвачены религией, и, конечно же, право на свободное вероисповедание, оно, безусловно, является одним из основных, и все стараются предоставлять такую возможность осужденным, тем более, которые находятся в такой достаточно непростой ситуации исправительного учреждения. Ну и, конечно, не исключено, что, может быть, человек придет к вере, ну, хотя бы вот в таких условиях. Да, вы знаете, вот именно такие суровые достаточно, да, непростые условия социальной изоляции, которые существуют в местах лишения свободы, они как раз направляют человека и обращают его к таким достаточно высоким духовным ценностям. Конечно, нельзя говорить о том, что все осужденные, которые обратились, ну, скажем так, к священнику, к Богу в местах лишения свободы исправятся и встанут на путь исправления, но, тем не менее, заложить зерно какое-то, повернуть, попытаться что-то сделать, безусловно, это помогает. А вот эта конференция, она как-то повлияет на сам учебный процесс? Какие-то материалы будут использоваться уже в дальнейшем или нет? Да, безусловно, у нас, как правило, все научно-практические конференции, которые проводятся, и те материалы, выводы, к которым мы приходим, они внедряются не только в практическую деятельность исправительных учреждений, но и в образовательный процесс, и не только академии, но и практически всех ведомственных наших вузов Синроссии и тех вузах, где есть специфика, преподается специфика работы с осужденными. Поэтому, конечно же, и в дисциплинах религиоведения, и в таких дисциплинах, как социальная работа в уголовно-исполнительной системе, ресоциализация и социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы, это будет обязательно использоваться, и наши ребята будут получать эти знания, что говорится, прям вот горячими, только вот вышедшими из недр конференции. А самих священников надо как-то учить, или они, в общем-то, универсальные такие солдаты, их можно бросать куда угодно? Нет, вы знаете, об универсальности здесь речи не идет, но за прошедшие несколько лет мы на базе Академии обучили в рамках дополнительной образовательной программы практически всех помощников, начальников территориальных органов по работе с верующими по программе, которая нами была разработана совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению. То есть все прошли профессиональную подготовку, и, в общем-то, были вооружены не только знаниями, ну, скажем так, со стороны Церкви, но и знаниями в области права, в области психологии, педагогики, вот, и ряда, целого ряда других организационных вопросов. А что станет итогом конференции? Будут ли доступны материалы, которые выпустят конференции по своим итогам для, ну, как бы, людей, которые не участвовали в ней? Как правило, итогом конференции случаются практические рекомендации. Это тот достаточно большой набор конкретных мер, которые направлены на совершенствование работы и с несовершеннолетними, и с осужденными террористической направленностью, и с осужденными без изоляции от общества. Все эти материалы, они, безусловно, будут направлены нашему учредителю Федеральной службы исполнения наказаний. Соответственно, они будут активно распространяться и среди священнослужителей, которые окормляют места лишения свободы. Вот, ну и, безусловно, для тех, кто интересуется вопросами религии, церкви, взаимодействия, работы с осужденными, эти материалы будут в открытом доступе размещаться на сайте Академии в рамках того сборника материалов, которые мы подготовим по итогам конференции. В гостях программы «Городские встречи» был Григорий Щербаков, заместитель начальника Академии ФСИН России по научной работе. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин